МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить. Главные темы сегодня. О рюмочной. Вот о них. Корреспонденты программы выяснили, что, несмотря на принятый недавно закон, распивочные точки в Рязани не собираются закрываться. Праздники дня. Сегодня в Рязани вручали знамена и поздравляли аграриев. Погнали! В столицу области прошел забег на офисных креслах. Но офисных работников в них мы что-то не заметили. А теперь подробности передано в суд. Нашумевшее дело о злоупотреблениях михайловских полицейских, теперь, разумеется, бывших. Стражи порядка в совершенстве освоили методы контингента, который активно и открыто действовал в 90-е годы. Вымогательство, выбивание денег, насильственное удерживание человека. Дело было этой зимой. Далее подробности. По версии следствия, в январе этого года старший оперуполномоченный и оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России Михайловский самовольно решили принять меры к установлению лиц, которые причастны к совершению кражи из дома жительницы деревни Волшута Михайловского района. Днем 10 января для отдачи объяснения по поводу кражи в отдел полиции ими были вызваны два местных жителя, цыгана, которые заявили о своей непричастности к совершению преступления. В целях получения от братьев признательных показаний оперуполномоченный применил к ним сначала психическое воздействие, а затем и физическое насилие, не причинившее вреда их здоровью. Для своего освобождения цыгане предложили сотрудникам полиции денежные средства. Обвиняемые потребовали передать им взятку в размере 100 тысяч рублей, однако в итоге согласились и на 80 тысяч. После этого они позволили одному из братьев-цыган покинуть здание полиции, а другого продолжали удерживать в служебном кабинете. Он был отпущен из отдела полиции только после того, как родственники потерпевших принесли в отдел полиции часть денежной суммы в размере 60 тысяч рублей. Рязанские полицейские вроде бы ни в чем таком не замечены, по крайней мере, ни прессой, ни следствием. Возможно, потому что заняты делами, в том числе алкогольными. Пришло еще одно известие об обнаружении в поселке строитель нелегального склада спиртного. Изъяты едва ли не 10 тонн фальшивой водки, причем креативные деляги не просто подделывали известные бренды, но и изобретали собственные, не иначе как намеревались создать подпольное министерство винводпрома. Что касается акцизных марок, то их либо просто игнорировали, либо наклеивали самоделки. Геометрия расположения этикеток тоже была на двоечку, но это тоже детали. В этом же складе хранилось тонна поддельного коньяка и 18 тонн фальшивого вина. Оперативники подозревают, что с этого склада паленка отгружалась в мелкие торговые точки города. Разумеется, речь идет не только об экономическом преступлении, но и о здоровье, о той жизни людей, которые любят купить и выпить, что подоступнее. Другая часть полицейской работы сейчас – выяснение, откуда фальшивое алкогольное пойло поступает в наш город. Но, с другой стороны, не назовешь активной работу по закрытию распивочных и рюмчных, которых по новому региональному закону у нас не должно быть в жилых домах, вблизи соцучреждений и так далее. Видимо, ведомства никак не разберутся в правах и полномочиях, хотя все административно-правовые карты должны быть в руках ответственных чиновников и как раз правоохранителей. Это прямая логика. Но, как часто бывает в России, закон суров, но это всего лишь закон, который в жизни можно и не заметить. Сегодня мы продолжаем рюмочную эпопею от нашего автора Глеба Галушкина. В конце августа депутаты Рязанской областной думы нанесли, казалось бы, смертельный удар по всякого рода рюмочным и закусочным в жилых домах. Согласно законодательным поправкам, любая торговля алкоголем в заведениях, которые располагаются в жилых многоквартирных домах и пристройках к ним, запрещена. Впрочем, журналистский рейд по микрорайону Канищева показал, что успехи законодателя весьма скромные. Из побед можно назвать разве что закрытие мини-кафе «Венера». Кстати, бывшие посетители продолжают устраивать здесь свои встречи. Рядом с заведением по-прежнему можно обнаружить несколько пустых водочных бутылок. Дальше по привычным уже адресам. Например, кафе в пристройке жилого дома на улице Бирюзова 5 продолжает функционировать в прежнем режиме. Впрочем, так же, как и бар в подвале многоэтажки на Станкозаводской 26. Рядом с этими пятийными заведениями располагаются детские площадки и даже школа. Кстати, на прошлой неделе депутаты Рязанской городской думы предложили наделить чиновников муниципалитета полномочиями по отзыву лицензий у подобных так называемых мини-кафешек. Насколько эта мера хороша, пока непонятно. Сейчас же антираспивочный закон явно пробуксовывает. Интересно ставить работу по сражению с распивочными точками, например, в Кирове. Там полисмены в серьезных начальственных должностях вызвали к себе владельцев незаконных рюмочных и предъявили им ультиматум. Мы уважаем, дескать, бизнес, да налоги вы платите, но население требует освободить людей от необходимости лицезреть во дворах на детских площадках пьяные физиономии с их специфической манерой общения и агрессивным поведением. Поэтому перепрофилируйтесь. Беседа произвела впечатление. Некоторые предприниматели заинтересовались, как начать процесс перековки заведений. Правда, сайт Кировского УМВД, где мы раздобыли эту информацию, пока не сообщает, какие реальные плоды дала беседа. Продолжает программу Оксана Тебенихина с отчетом о сегодняшних праздничных встречах. В Рязанском драмтеатре состоялась торжественная церемония вручения знамени областного УФСКН. Наше управление вошло в первую десятку территориальных органов наркоконтроля, которая удостоилась чести получить собственное знамя. Знамя УФСКН России и территориальных органов является официальным символом и реликвией ведомства. Сегодня, 24 октября 2013 года, знамя управления наркоконтроля по Рязанской области вручается официально нашему управлению. Знамя, являясь символом и реликвией ведомства, олицетворяет собой верность, честь и долгу и беззаветное служение Отечеству. Церемония прикрепления полотнища и вручения знамени была проведена по всем правилам и уставам. Смотреть – одно удовольствие. А в зале филармонии в честь Дня работника сельского хозяйства прошел полноценный концерт. На празднике присутствовал губернатор Олег Ковалев. Он отблагодарил рязанских аграриев и наградил их за усердный труд. Мне очень приятно сегодня поздравить вас с профессиональным праздником и поблагодарить вас за поистине героический труд, особенно в этом году, в этих условиях. Четвертый год вы работаете в экстремальных условиях практически, в непростых очень условиях. И действительно, как говорят, что сила человека проверяется только в трудностях. Наверное, Богу так угодно, чтобы четыре года испытывать силу нашего крестьянства. Один из сегодняшних награжденных – Владимир Иванович Новиков, бригадир-тракторно-полеводческой бригады сельхозпредприятия «Авангард». Так и были достижения. Пережили все, начиная с советское время, с мотоком разные говорят, но сейчас будет вкусненько. Сегодня в Рязани прошел забег на офисных креслах. Прикольные старты широко распространены во всем мире. Пошло это дело чуть ли не со средних веков, когда на праздниках соревновались мастеровые представители цехов. Что-то трансформировалось в силовой экстрим, а что-то в развеселые турниры. В мире бегают на каблуках, носятся невесты, толкают бочки с пивом, носят на руках женщин, строят крылья, выходят в море на самодельных суденышках, типа ванна с душем и так далее. Забег на офисных креслах – спорт распространенный. Есть даже свои рекорды, есть и теоретики. Например, специалисты во время такого забега в Алма-Ате подсчитали, что средняя скорость участников 2 минуты на 75 метров, а главная ошибка – неумение справиться с управлением офисного снаряда. О том, как гоняли на креслах в Рязани в репортаже Глеба Галушкина. Сливочное масло для здоровья опасно! На площади театральной активисты рассказывали прохожим о вредной и даже опасной еде. По их словам, чересчур большое число людей сейчас ведет малоподвижный и сидячий образ жизни. Отсюда и риск сердечно-сосудистых болезней. Мы в первую очередь сегодня привлекаем внимание к довольно мало знакомой людям проблеме, к вреду насыщенных жиров. Это такой потенциально вредный вид жиров, который содержится в основном в жирах животного происхождения. Чем они вредны? Они вредны тем, что просто-напросто они закупоривают сосуды и повышают уровень холестерина в крови. В офисе работаем, тоже сидим, на парах сидим, постоянно какой-то сидячий образ жизни все равно. И мы считаем, что надо более двигаться, мы за здоровый образ жизни. Привлечь горожан к проблеме атлеты решили нестандартно. Ребята организовали несколько команд и прямо на офисных стульях отправились в забег под недоуменные взгляды прохожих. Только вот именно офисных работников как-то среди гонщиков не наблюдалось. Наверное, у настоящего крутого офисного планктона другие приколы и развлечения. На сегодня все. Завтра, в пятницу, мы подведем итоги недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин